здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале параквариумистика и сегодня мы поговорим про террариум наверняка из названия этого видео вы уже догадались о чем будет идти речь действительно это террариум от компании gloxy именно о нем хочу рассказать почему да потому что есть несколько причин во первых это не просто террариум а это набор наборов у меня еще никогда не было то есть это грубо говоря готовый террариум совсем необходимым для того чтобы можно было завести себе и у блефара ну и вторая причина у меня два и у блефара одного зовут коджи хикари и у него как раз таки террариум заводского типа а вот вторая 2 2 2 блефарчик у меня ленучи девочка она живет отдельно и для нее террариум я пробовал клеить сам заказал стекло сам пробовал склеить естественно у меня есть на канале видео этого террариума и ссылочка будет в описании хотите посмотреть конечно же посмотрите мне он не очень понравился почему да потому что я клеил в первый раз естественно у меня там было очень много косяков я давно давно хотела при перевести в нормальный террариум и именно поэтому купил именно комплекс и этот комплекс вам сегодня покажу я его уже распаковал но ничего еще не доставал из него не смотрел что там наличие конечно же я представляю что там уже есть но реально еще не видел не щупал своими руками давайте вместе с вами это сделаем давайте его доставать так ну что террариум я уже достал вообще хотелось бы сказать про саму упаковку посмотрите какая она выглядит очень красочная яркая с картинками я думаю в такой коробке на самом деле не стыдно кому-нибудь подарить ну если вы конечно же решите сделать подарок там своим близким или ребенку коробка очень яркая не требует какой-то отдельной отдельного оформления отдельного вмешательства ну а теперь сам террариум ну что давайте смотреть логотип глокси естественно снизу посмотрите идет сетка металлическая достаточно мелкая сверху также у нас идет сетка таким образом в террариумах делают проточную вентиляцию для того чтобы комфортно себя чувствовали обле фары в данном террариуме так специальная защита давайте ее уберем дверцы дверцы двигаются плотно немножко скрипит но я думаю что это поначалу пока она новая но самое главное что здесь есть ручки и они достаточно достаточно плотно закрываются потому что у меня есть такой опыт и у блефары бывают открывают террариум либо мне еще есть коты они тоже могут этим это помочь сделать так что же там наборе все запаковано в пакетах вижу что здесь уже есть песок о нем я еще дальнейшем скажу песок достаточно такой интересного цвета очень природно выглядит но о нем еще поговорим коврик для подогрева то есть он уже тоже в комплекте идет его уже не нужно покупать отдельно думать там какой подобрать какой выбрать он уже есть и что у нас тут еще инструкция ну кстати говоря инструкция на русском языке это уже очень хорошо адрес россия москва улица деловая так ну ладно давайте посмотрим что же у нас тут находится давайте распаковывать очень много этой стрейч пленки все замотано но это такая техника безопасности для того чтобы все доехало и здесь у нас какие-то три детали первая вторая и третья давайте тоже размотаем так туда же подписано яйца динозавра декорация для террариума вот так написано но я так понимаю что здесь можно использовать для чего-то например насыпать кальций скорее всего или воду налить может быть да и может быть это как раз таки отлично подойдет для воды давайте посмотрим что еще здесь у нас есть но судя по всему это какая-то мисочка и кстати да обратите внимание да это все-таки не пластик это керамика точно безвредная безвредный состав в аглоксе безвредный состав на смотрите вот здесь она очень маленькая вот как раз таки она точно не под воду вот скорее всего она очень хорошо подойдет под кальций что здесь декорация для террариума а ну миска размера с но конечно же для маленьких и у облефаров облефар достаточно мелкие достаточно гекконы в принципе для них с кальций для кальция вполне подойдет я сейчас еще покажу что сейчас стоит в террариуме я там в основном все делал сам ну я так понимаю это скорее всего так называемая влажная камера очень похоже на это я могу и ошибаться на то же из двух частей состоит да 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 это точно важная камера вот на отверстие как раз и для того чтобы моя линуч туда проходила ну и подписано тоже влажная камера размер с 10 на 6 и на 6 то есть она будет вот так вот выглядеть закрываться ну и соответственно геккончик будет туда пролазить ну что я думаю что в принципе все самое необходимое оно здесь уже есть осталось единственное что докупить еды и все будет готово ну теперь давайте покажу сейчас какие какие вещи у линучи есть в том террариуме который я делал сам своими руками под нее обзор на ее старый террариум вы можете посмотреть как я уже говорил по ссылочке пройти в описании увидите это видео и посмотреть как это выглядит но отдельно я еще делал под кальций мисочку вот такой вот из дерева сам есть разница да красиво смотрится ну и так по-домашнему и влажную камеру сейчас еще покажу самодельную а вот такая была самодельная влажная камера но теперь будет естественно выглядеть более менее эстетично но и в плюс будет общая композиция да то есть будет все вместе смотреться еще на песке да будет смотреться все очень и очень круто я так думаю сейчас посмотрим сейчас я все оформлю и мы вместе оценим как в полностью собранном виде выглядит этот террариум сам ждусь этот момент с нетерпением или ночь уже тоже ждет по поводу песка давайте тоже пару слов скажу дело в том что изначально когда я только заводил у блефаров и занимался темой у блефаров я читал много разных отзывов на форумах как лучше содержать как правильно содержать общался естественно с профессионалами и очень часто попадалась такая информация что вообще лучше всего держать на ковриках и естественно у нее коврик искусственная трава так называемая и в чем тут фишка была говорят то что песок могут есть у блефары это будет плохо сказываться на организме но и много 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 всего другого но как показала практика и как говорят профессиональные террариумисты которые всю жизнь занимаются террариумами и занимаются в том числе и блефарами я все-таки поддержу эту линию действительно блефары могут поедать песок могут но они поедают только тогда когда не хватает витамин это как у детей в том числе когда детям не хватает витамина они начинают есть всякую ерунду лизать стены и кушать мел и так далее здесь все то же самое если здоровый у блефар если у него есть кальций под рукой никакой блефар песок просто так есть не будет еще один момент песок может попасть в организм и блефара в любом случае как и коврик давайте сейчас коврик вам тоже покажу вот так выглядит этот коврик ну это прям вот из террариума линучи и в общем-то считается что такой коврик как бы лучше но если какой-нибудь насекомое ну смотря чем мы кормим начинает бегать по этому коврику сверчок например и и у блефара не всегда его ловят там как-то сбоку бывает такое что они нападают сверху вниз и когда она нападает бывает такие моменты когда захватывает вместе вот с этой травкой захватила резко дернула вот видите что получается и вот эта вот ерунда она также попадает в организм у блефаров поэтому ну вот они они достаточно хорошо отходят поэтому нет разницы что попадет в организм искусственное или что-то натуральное но то есть песок например да причем песок достаточно мелкий он естественным путем в легко может выйти из организма если конечно будет небольшом количестве да естественным путем выйдет но вот это вот вот такой вот материал когда попадает организм но не знаю для меня по факту мне кажется это не все-таки немножко будет похуже поэтому на песке я еще не держал но как я уже говорил раньше давно об этом мечтал вот наконец-то это сбылось в первый раз попробую подержать у блефаров на песке ну или нучи как раз таки будет первое посмотрю как она будет действовать но я уже уверен и посмотрел других людей кто давно занимается блефарами пообщался и действительно они все практически содержат на песке никаких проблем нет тем более это будет естественно потому что живой природе они также живут ну в том числе и на песке да на разных почвах но это на песке в том числе давайте пробовать оформлять на этом месте будет житель нучи поэтому террариум установим сразу сюда отлично вмещается как раз как раз по ширине по длине подходит идеально выравниваю ровно песок в террариуме а сам думаю то что я жили нучи свою знаю хорошо и неоднократно я видел как она вот этот коврик пыталась рыть этой возможности как таковой ну нормально эту потребность воплотить в жизнь ее не было а теперь у нее точно все получится ее мечтать и точно сбудется и скорее всего она где-то песок в песке будет делать какие-то углубления ямки нет даже самому очень интересно посмотреть как она на песок отреагирует как она на нем будет себя вести ну и кстати говоря по поводу обогревателя очень круто здесь только сейчас почему-то внимание на это обратил что здесь есть регулятор мощности то есть можно делать больше меньше это круто потому что далеко не у каждого коврика есть возможности регулировать мощность и естественно у меня будет стоять с этой стороны вот тогда будет он вот так вот находиться потому что у меня с этой стороны стоит розетка то есть он будет выглядеть вот так новая влажная камера для ленучий тоже интересно как она на нее отреагирует давайте поставим сюда так коврик у нас будет с этой стороны поэтому место для воды да где у нас будет вода кстати она я думаю что еще сможет залезть там полазить что-нибудь поизучать но вода не должна стоять на коврике почему-то потому что она будет очень быстро испаряться поэтому я думаю что поставлю ее где-нибудь рядышком с влажной камерой примерно думаю примерно вот так можно здесь влажная камера здесь вода или как ну коврик быть здесь можно я думаю чуть подальше поставить даже сейчас определюсь сейчас поставлю еще мисочку под кальций посмотрю как это будет смотреться короче говоря можно много переставлять для того чтобы добиться какого-то интересного баланса до для того чтобы все было хорошо но и есть не пару таких правил для себя который отметил во-первых кальций он не должен быть рядом с водой почему да потому что он скорее всего будет мокрый потому что декончик может залезть сюда лапами в воду потом залезть в мокрыми лапами в кальций это будет не очень хорошо влажную камеру ставить на коврик тоже плохо потому что вода которая должна сохраняться влага которая должна сохраняться она будет соответственно быстро испаряться нужно будет постоянно воду добавлять поэтому я думаю что попробую по-разному поставлю сначала как-нибудь так потом по-другому и будем периодически менять смотреть экспериментировать как это все будет выглядеть лучше но думаю пока примерно как-то вот так оставить а дальше посмотреть как себя будет чувствовать длинучий как она себя будет вести ну и я уже исходя из этого возможно интерьер буду по чуть-чуть двигать менять смотреть так теперь осталось заполнить водой кальцием поработать немножко сложной камерой чтобы она была влажная все-таки и я думаю можно уже запускать длинучий ну что кальций насыпан у нас можно устанавливать не буду ставить очень близко к воде пускай будет чуть чуть дальше по поводу влажной камеры тоже хочу сказать вообще влажную камеру обустраивает по-разному ну то есть обычно используют либо салфетки влажные ну как влажные обычную салфетку просто ее мочу до водой обычно чтобы она была без всяких ароматизаторов и так далее ну сейчас на данный момент я сделал именно так либо если есть под рукой у меня просто сейчас нету можно также туда положить моксфагнум например тоже отлично подходит но пока что я положил салфетку и намочил ее в принципе в целом все уже готово можно пересаживать пересаживать сюда линучку которую я хотел давно уже пересадить еще не сказал про размер вообще если вы будете изучать тему с ублю фарами допустимый размер примерно 30 на 30 на 30 здесь 45 45 на 30 и соответственно глубина тоже на 30 то есть размер данного террариума идеально подходит для содержания одного ублю фара что соответственно мне очень и очень нравится ну и я очень доволен я уже не жаль что раньше не попался такой глокси террариум который уже был бы включен со всем набором потому что изначально мне приходилось бегать искать подбирать изучать информацию какой нужен коврик на чем он должен находиться как надо этому обустроить этот поилку да как будет устанавливаться или что можно использовать для того чтобы была влажная камера и очень очень много всего был загружен этой темой для того чтобы организовать террариум ну ну действительно мне понравилось понадобилось достаточно много времени и очень круто что в этом наборе для ублю фара уже все есть думать ни о чем не нужно по крайней мере все же что базово нужно уже здесь точно есть конечно в дальнейшем спустя какое-то время можно будет попробовать как-нибудь еще задекорировать ну что можно использовать сейчас покажу ну например можно в дальнейшем докупить как-нибудь для того чтобы задекорировать еще больше купить например кору пробкового дерева, да, тоже можно как-нибудь установить террариями. Ну, по-разному, да. Можно какие-нибудь растения пластиковые использовать, да и, в принципе, с суккулентами тоже можно все это дело дальше уже дорисовать, чтобы смотрелось все еще круче. Но самое главное, еще раз повторюсь, то, что все, что базово необходимо для облефара здесь уже есть, и думать об этом уже точно не нужно. Ну, естественно, я в дальнейшем еще буду экспериментировать, что-нибудь буду добавлять, убирать, смотреть. Ну, все будет зависеть от того, как себя Ленуччи будет вести в этом террариуме, от того, что мне будет, по крайней мере, казаться, что ей нужно еще сюда добавить. Но, по крайней мере, пока я думаю, что ничего не нужно, поэтому все это убираю. Ленуччи, поздоровайся, пожалуйста, с нашими подписчиками, и давай посмотрим, что за террариум тебе подготовили. Волнительный момент. Ну что, давайте понаблюдаем, как она себя сейчас будет вести, изучать свой новый дом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, в целом, могу сказать, что приобретением доволен. Ленуччи, по всей видимости, тоже довольна. Изучает, я думаю, что она еще долго будет изучать свой новый дом. Видно, как она там сейчас ходит, все вынюхивает, знакомится со своим новым местом. Я думаю, что ей тоже очень все понравилось. Рекомендую данный террариум. Набор для иублефаров, так он правильно называется, от компании Gloxy. А у меня на этом все. До новых встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин